Здравствуйте! Это Культурный Максимум, я Алексей Кудинов. В этом выпуске мы расскажем вам о большом фотопроекте, в котором принимают участие актеры ведущих новосибирских театров. Кроме того, мы побываем в гостях у Алины Тарусевич из Первого театра. Она в отпуске и во время самоизоляции занимается живописью. И это еще не все. Мы прогулялись по ГПНТБ Суран и покажем вам самые тайные уголки библиотеки. Сколько видов гороскопов вы знаете? Зодиакальный, китайский, друидский, цветочный. Я в этом небольшой специалист, но только популярных гороскопов в мире точно несколько десятков. Новосибирские девушки, фотограф Елизавета Печоркина и дизайнер Анастасия Гросс взяли так называемый виртуальный гороскоп Григория Кваши, соотнесли с ним даты рождения артистов новосибирских театров и получили на выходе виртуальный же фотопроект. Авторы этого проекта – люди из театрального мира. Анастасия – дизайнер красного факела. Афиши последних премьер – ее рок-дела. Елизавета – пиарщик бэйби театра «Мир сначала», но многие знают ее и как фотохудожника. Премьера последнего проекта «7 Images» состоялась несколько дней назад. Меня вдохновил на этот проект виртуальный гороскоп Григория Кваши. Я занимаюсь эзотерикой, увлекаюсь вот этим всем и познакомилась буквально где-то, наверное, полгода назад с этим. И меня очень это вдохновило. То есть, в общем, есть 7 различных знаков, и это такая некая имиджевая история, то есть, как человеку вести себя на людях, например, как, например, там, не знаю, одеваться, возможно, там, не знаю, разговаривать как-то. Это способствует продвижению именно в карьере, например, или пониманию себя как человека. Вычислить, кто ты – король, вектор, шут, рыцарь, аристократ, профессор или вождь – можно, сопоставив знаки зодиакального и восточного гороскопов. Уж не знаю, кто и как применяет это для планирования своей жизни, но Елизавета с помощью гороскопа Кваши структурировала свой новый фотопроект. У нас 14 человек, и мы показали каждый знак через мужчину и через женщину. Да, и в каждой фотографии с разных сторон показали каждый знак. Например, шут, да. Мы, например, показали, Александр Поляков у нас был таким черным шутом, таким злым, а вот Мария Кремлева, она была таким добрым мимом. В проекте приняли участие сотрудники «Красного факела», «Старого дома», «Первого» и других театров. Елизавета их фотографировала, Анастасия снимала процесс со стороны на видео. Мы же понаблюдали за фотосессией Арины Литвиненко из «Глобуса». По гороскопу она вождь, кипучий, способный вести за собой тысячу людей, такой с пламенным мотором вместо сердца. Ну, мне кажется, узнать что-то про себя, это вообще самое интересное для человека. И когда Лиза скинула сначала вот виртуальный гороскоп, мне было очень интересно, а потом предложила еще и поучаствовать. И сказала, что от меня ничего не требуется, потому что это же я вроде как, ну, по крайней мере, по гороскопу. Вы вообще верите в гороскоп, ну, в принципе? Да. У меня даже есть дурацкая история. Я однажды, мне кажется, полгода провела в какой-то полудепрессии, потому что я нашла гороскоп в магазине, причем случайно. Я что-то покупала, увидела гороскоп, прочла, что эти полгода будут очень тяжелые. И вот так, мне кажется, и было. Я сильно поверила. Но сейчас я стараюсь, конечно, реже их читать или очень надеяться на то, что там все хорошо. Отношения между актерами и фотографами – тема для отдельного сюжета. Для артистов съемка портфолио или афиши – часть работы. Кажется, что фотографировать их легко. Попроси – заплачет в кадре, если нужно – засмеется, перевоплотится в роковую красотку или в бабу-ягу. Но на деле не всегда так. Наверное, с актерами проще, потому что, по идее, это более раскропощенные люди. Но когда мы начали фотографироваться с девчонками, я поняла, что я чувствую большую неловкость и ответственность, что будто бы я даже не знаю, может быть, я должна как-то резко начать позировать, может быть, я не знаю, как я выгляжу, мне надо как-то там что-нибудь поднять, втянуть и как-то ровно встать. Но в итоге оказалось, что это все очень по-хорошему безответственно и что можно дурачиться и делать, что хочешь, а в итоге, возможно, получится что-то живое. Нет такого, что они знают, как встать правильно, как позировать. То есть им тоже надо подсказывать, как лучше в данный момент выглядят фотографии. Ну, то есть, чтобы некоторые раскрыты для фото, потому что им больше на сцене, а некоторые, наоборот, они, ну, как, ну, они знают, что делать. Тут две такие стороны, так же, как и все люди. Кто-то умеет позировать, а кто-то нет. Съемки ранжированных по виртуальному гороскопу актеров нельзя посмотреть в каком-то выставочном зале. Авторы делали проект для одной интернет-площадки, а когда договоренность с ней расстроилась, запустили свою онлайн-галерею арт-сепуха. Она заработала в начале июня, и сейчас там не только снимки вождей и шутов из артистической среды, но и виртуальные выставки разных авторов. Живопись, открытки, советское монументальное искусство. Впрочем, может быть, проектом заинтересуются и офлайн-площадки, когда оживут после многомесячного простоя. Практически все театры региона, так и не дождавшись возобновления сезона, ушли в отпуск. Но чем в нем заниматься, если и так несколько месяцев провел без любимой работы? Мы попытались узнать это у Алины Трусевич, актрисы Первого театра. Дорогие друзья, мы с вами опять в гостях у артистки, актрисы Новосибирского театра. В этот раз это Первый театр, Алина Трусевич. Добрый день. Здравствуйте. Которая оказывается подпольный художник. Во всяком случае, мне так рассказали в театре. Так ли это? Действительно ли период самоизоляции стал возможностью позаниматься чем-то таким вот для души? Да, подпольный одинокий художник. Никто мне не помогает, все сама. Ну да, как-то, я не знаю, я обычно всегда там рисовала какие-то портреты, всегда карандашом рисовала. Причем это у меня началось с поступления в театральный институт. Видать, был какой-то переизбыток энергии сильный. И я не знала, куда это деть. И я начала рисовать. Ну вот, у меня есть тут портреты карандашом. Самый мой любимый портрет, все мы его узнаем. Павел Валентинович Южаков. Павел Валентинович Южаков. Главный человек в Первом театре. Не знаю, Юлия Чирилова, ваш директор обидится или нет. Главный режиссер Первого театра. Вот он, похож, кстати. Да. А портреты надо рисовать, чтобы похоже было или нет? Или это мысли о человеке скорее? Слушайте, я не знаю. Вообще, почему-то у меня началось с того, что я начала рисовать глаза. Вот мне прям приспичило рисовать глаза. Да и по портретам, собственно, тут видно, что как-то глаза такие прям очень хорошие. А дальше у меня было, ну все, рисуем как можем. Все, волосы остаются и больше ничего. Вот больше каких-то там, чтобы прям похоже сильно было, я об этом не думала. Но, конечно, приятно, когда тебе пишут знакомые люди. Вот тоже эта преподавательница у нас была в театральном институте, Анна Викторовна Протоковила, я ее рисовала. И когда тебе твои преподаватели говорят о том, что слушай, как похоже, наверное, где-то в голове начинает такое, ну-ка, а если вот так, а вот так. Конечно, были такие моменты, когда я нарисовала, хоп, все, вот так порвала, выбросила. Все сказала, я больше никогда рисовать не буду. Но потом все останавливалось, я думаю, ну-ка еще, еще начну. Не было никакой детской школы художественной, да? Ну, где-то лет в пять, наверное, я ходила, рисовала, акварель училась рисовать. Я проходила год, а потом мне сказали, ну, тебя некому водить. Бабушка отказалась, все, говорит, я не буду. Я как бы с этим закончила. В самом детстве, я не знаю, сколько мне было лет, я помню, я нарисовала икону на бумажке, вот такую маленькую. Ну, естественно, как попало, но все равно для тех лет мне мама сказала, что для меня это был вообще шок, как ты нарисовала. И никто не выбросил, потому что родители сказали, иконы нельзя выбрасывать, поэтому пришлось оставить. Где-то у родителей до сих пор там лежит, я не знаю где. Вот, а потом я как-то сама ничего не смотрела, никакие видеоуроки. Просто мне нравились люди. У меня была девочка, которой я постоянно рисовала портреты. Она очень красивая, она очень похожа на Одри Хэбборн. И тогда я нарисовала Одри Хэбборн. Вот, это такой уже более, я считаю, профессиональный момент был для меня, какой-то такой переход был, когда стало что-то так получаться похоже. А вот, когда театр закончил свою работу со зрителями, стало больше времени сразу, да? Стало ли, появилась ли возможность больше времени вот этому уделять или нет? Или примерно одинаково? Да, появилась возможность. Вот это я нарисовала на карантине. Но есть один такой минус, что вот тоже у меня нарисовано на карантине. Есть огромный минус. У меня есть бумага, но она некачественная. Есть краски, они обычные, какая-то гуашь, акварель и тому подобное, но в основном это гуашь. И возможности где-то купить в начале карантина не было вообще, потому что все закрыто абсолютно. И поэтому мне приходится довольствоваться тем, что есть. И, понятное дело, у меня какие-то разводы появляются, потому что это все нарисовано плохими такими вещами, вот так можно сказать. У меня есть, я хочу на большом ватмане нарисовать, я могу, да, встать, ничего страшного. Но я начинаю, и я потихонечку это делаю, потому что на это надо очень много сил. Вот, хочу большую такую картину нарисовать. Ну, тут девушка, она держит шарики, тут будет эфелевая башня. И я так потихоньку в день, вчера там какие-то шарики подрисовала, успокоилась. Ну, на столе, естественно, я не могу делать, я это делаю на полу, поэтому я очень сильно быстро устаю. Вот, ну, я надеюсь, что я это закончу к концу карантина. Смотря сколько нам осталось. Да, да, да. Коллеги по театру, по театральному институту, они вот знали об этом увлечении? Да, знали. Карина Дажемульва, актриса первого театра. Она сама просила, говорит, а может ты меня нарисовать? И тоже есть в духе, вот как вот этот вот портрет я свой, получается, рисовала. Есть в духе такой же, я рисовала Карину со спины. Ну, то есть она сидит обнаженная, и точно такие же краски, такого же цвета, они вот ее так обтекают. Но это висит у нас в нашем театре. А тут такой же момент наступает работа художника с моделью. Тут есть одно но. Я не рисовала никогда с настоящего человека. По фотографии. Да, все по фотографии. Но все равно это очень приятно, когда Карина мне такая или кто-нибудь еще. Держи мои вот такие вот фотки. И ты сначала смотришь и думаешь, как-то странно, что человек к тебе отправляет такие фотографии. Но, ну, видать, мне доверяют, никаких вопросов не возникает. И вот все, что получается. Это что это все-таки? Это баловство какое-то, настоящее серьезное хобби, которое будет дальше развиваться? Какую-то часть занимает души? Я очень хочу, чтобы это развивалось. Вот, но я понимаю, что для этого все равно как-никак нужны финансы, ну, для какого-то хорошего материала. А пока это вот прям какая-то такая отдушина. Ну, даже если меня что-то волнует, и я не хочу об этом кому-то рассказывать, я могу взять какой-нибудь... Ну, вот у меня вот здесь была депрессия конкретная, я не знала, как справиться вообще с ней. И я нашла фотографию, ну, вот цвета мне очень сильно понравились. И я когда это нарисовала, меня как-то отпустило. Вот так. Такая психотерапия еще получается. Да, да, это для меня вот сейчас, на данную минуту, это какой-то такой тренинг, который помогает мне не умереть с ума, не зайти тут на карантине. То есть все-таки для себя? Пока да, но может быть, когда у нас театр откроется, я бы хотела, чтобы там моя выставка была. Для родного театра не жалко. Да. Спасибо большое. Да не за что. Библиотеки региона готовятся к выходу из режима самоизоляции. Мы побывали в ГПНТБ «Суран», где сейчас монтируется выставка редких книг, посвященная батальной истории Руси. Вот так сейчас выглядит музей книги ГПНТБ. Выставка «Баталии и полководцы» должна была появиться здесь еще в мае. Но пока двери библиотеки для посетителей закрыты. Зато можно готовить экспозицию не торопясь. В этих залах хранятся тысячи старинных изданий. Для выставки отобрали несколько десятков. Они иллюстрируют, как военная история государства отражалась в книгах. Представлены, как и рукописи, оригинальные исторические источники. Вот, например, раскрыты здесь так и старопечатные книги, изданные в Москве в XVII веке. Там будут издания XVIII века, появившиеся после реформ Петра I, в том числе воинские уставы первые. Там разные учебники для артиллеристов, для обучения фортификации. О чем писали во времена походов первых князей Киевской Руси? Как обучали военному искусству при Петре? Выставка охватывает период до 1812-го. Когда откроется экспозиция, пока неизвестно. В библиотеке только готовится к возможности вновь принять посетителей. В ГПНТБ, кстати, хранятся не только книги. Это вообще целый город с несколькими подземными этажами и очень необычными помещениями. Например, в кабинете номер 312 находится не фотобиблиотека, а настоящий музей андеграунда, пристанища художников и поэтов. Кроме того, это, простите мне, такое старомодное слово, это такой салон, такое место неформальной коммуникации поэтов, художников, музыкантов, прочих всяких приличных людей. Один из форматов, который у нас очень прижился, это лабораторные работы. Когда мы идем в какое-то место города и что-то там гуляем, балдеем и сочиняем. Что-то получают, что-то нет. И вот это была лабораторная, когда мы писали стихи по картинкам Кости Скотникова. А, нет, куда-то я делал. Не важно. В общем, мы писали стихи по его картинкам, это называется Экфрайсис, а он нас в это время рисовал. И вот, собственно, живой процесс. Вот этот вот арт-объект, вот этот. Это в прошлом году делали на советской, где мастерских художников. Такой был сибирский павильон венецианской биеннале. И это мы с Олей Таировой сделали. Я называю это русская авангардная поэзия от Пушкина до Ивынего. Собственно, это сделала Оля. То, что мы с ней сделали, это и привели. Сделала она, а я как бы ей помогал придумывать. И тут вот разные поэты. Хвост, Склебников, Елена Гуро и так далее. Съемочная группа телеканала ОТС провела в ГПНТБ Суран несколько часов. Вместе с заместителем директора библиотеки Антоном Веселовым мы прогулялись по разным помещениям. Посмотрели, как хранятся книжные артефакты. Встретили первопечатника Ивана Федорова и Владимира Ленина. Спустились в подземелье. Но читатели сюда не попадают. Нет, конечно. Сюда вот на минус первый этаж имеет возможность попасть участники экскурсий. На следующие минусовые этажи они уже не попадают. Обратите внимание, сколько здесь воздуха. Благодаря вот этим трубам одна из них забирает отработанные, другая дает свеженькие. Поэтому здесь хорошо дышатся, как прямо на весеннем лугу. И помещения, они снабжены такими переборками, как подводные лодки, да? Это специальные двери, чтобы в случае пожара быстро... Мы не утонем. Если вы следите за программой телеканала ОТС, то уже бывали с нами на подобных особенных экскурсиях, которые мы снимаем в зоопарке, новосибирских музеях, на чердаках и в подвалах старинных зданий. Изначально мы хотели этими прогулками скрасить период самоизоляции. Но судя по вашим звонкам, письмам в соцсетях, такие экскурсии будут интересны и когда все ограничения снимут. Так что теперь смотрите экскурсии регулярно на ОТС под названием «Без билета». Прогулка по ГПНТБ выйдет в эфир уже через несколько дней. Ищите в программе или на нашем YouTube-канале. И это все на сегодня. На следующей неделе несколько дат, связанных с Великой Отечественной. Не остались в стороне и люди творческие. Они подготовили несколько необычных проектов 22 июня, 24-му, к параду. И мы будем рассказывать о них в следующей программе. Великой Отечественной.